Валентина Мухортова каждый вечер приходит на улицу Ленинградскую. Сидя на лавочке, вместе с друзьями обсуждают новости, делятся впечатлениями от прожитого дня. Однако еще в начале года проводить время с комфортом не получалось. Скамейки пришли в негодность. Лавочки были, знаете, какие вам уже старые, ну не покрашенные, некрасивые. Тем более эти лавочки находятся на улице Ленинградской. А Ленинградская у нас улица – это главная улица нашего города. И вот приезжают сюда туристы с теплохода, просто гости кому-то приезжают. Мы должны себя показать, что наш город самый красивый. С этой проблемой Валентина Мухортова обратилась к главе областного центра от Ленины Лапушкиной, когда она была в Самарском районе во время объезда в рамках проекта «Мой дом». Жительница обратилась к главе города с пожеланием заменить пришедшие в негодность лавочки. В результате на Самарском Арбате обновлено около 90 скамеек. Были очень короткие сроки, в которые мы старались уложиться. Это были майские праздники, и уже к праздникам, в 9 мая, лавочки были готовы. Я рада, что они радуют глаз жителям города, и на них удобно сидеть. Я слышу положительные отзывы. Во время выездных встреч глава города осматривает проблемные точки. Все замечания горожан фиксируются и находятся на контроле администрации внутригородских районов. Это поручения и при визуальном осмотре территории, и, конечно же, это обращения жителей в соцсети, обращения жителей лично на личных приемах главы города. Ну, в основном так. Люди подходили во время встречи, тоже высказывали свои пожелания. Естественно, ко всем прислушиваемся и все выполняем. Таких замечаний в Самарском районе было 9. Пять поручений главы уже выполнены. Среди исполненных обращений – работа по изменению уровня бордюра, установленного после ремонта у дома на улице Ленинградской, 18А. Организована работа по укреплению крышек канализационных колодцев, расположенных на улице Ленинградской. Еще четыре поручения остаются в работе. Но все поставленные задачи власти обещают выполнить в срок. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...